Детский лагерь «Волжский Артек» готов дать старт оздоровительной кампании. Случится это, как только снимут ограничительные меры. Работать будут в особом режиме, без посещения родителей и с соблюдением социальной дистанции в палатах и столовых. Мы будем, естественно, организовываться в рекомендациях от Роспотребнадзора, которые у нас вышли. Естественно, мы будем под них подстраиваться, будем сделать все возможное, чтобы выполнить рекомендации. Сейчас здесь ремонтируют асфальтовые дорожки. Их расширили, чтобы пожарная техника в случае необходимости могла свободно проехать. В этом году нас средства областного и городского бюджетов привели в порядок фасады зданий. Сделали ремонт полов и душевых. Корпусы, которые требовали капитального обновления, также отремонтировали. Мы зашли в жилые комнаты, мы зашли в туалеты, мы зашли в столовые. Ну, столовая-то тоже уже сколько лет, но она в отличном состоянии. Видно, что все подготовлено, заезжать и можно отдыхать. Но я уж не говорю о том, что здесь место уникальное просто. Готов к приему детей с санаторий Волжанка. Здесь в прошлом году капитально отремонтировали 8 спальных комнат. Благоустроили территорию вокруг лагеря, отремонтировали пешеходные дорожки и тротуары. В 2020-м обновление санатория продолжилось. Закупили инвентарь для столовой и комплект видеонаблюдения. Приобрели грузовой лифт для подъема продуктов со склада. Только вот в эти лагеря, которые мы сегодня посетили, это два лагеря, городским округом был выделен больше 16 миллионов за два года, для того, чтобы поддерживать ту материальную базу, которую вы сегодня увидели. А вы увидели, что наши лагеря красивые, радужные, что у нас территории все приведены в соответствие. Учреждение круглый год организует санаторно-курортное и восстановительное лечение. Летом лагерь работает как детский оздоровительный и принимает 4 смены по 175 детей. Из-за пандемии коронавируса в этом году первой смены не было. Какой-то период выпал из отдыха детей и количества, но я очень уверена, что то количество детей, которое мы запланированы, конечно, это не будет 100% как по программе. Но, тем не менее, хотя бы процентов 80-70 у нас пройдет оздоровление. В 2020 году в Самаре будет открыто 10 муниципальных и 3 частных лагеря. У родителей будет 2 недели на то, чтобы забронировать путевки. Мэр Елчан, Николай Сидоров, События.